Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лападом. Сегодня речь пойдет об Ольге Шостаковой. Возможно, ее и художника Илью Шаповалова вы знаете как автора прекрасных комиксов, да, очень забавных. Но я не силен в комиксах и сегодня буду рассказывать немножко о другой истории, тоже в жанре графической новеллы, да. Но не вот про этих чудесных человечков, чем-то напоминающих, знаете, мохнатых обитателей затерянной планеты. Помните, в «Звездных войнах», которые там еще имперцам партизанскую войну устроили. Но, конечно, здесь они хоть и похожи на них, они живут в совсем другом мире, полном магии, всяких волшебных существ, в том числе вот таких вот божественно прекрасных, да, ну и так далее. Значит, но речь идет не о «Снежном корабле», а о книге, которая мне нравится даже больше, это «Вовкины рассказы». «Вовкины рассказы» тоже графическая новелла, причем сделанная в смешанной технике. Здесь используется несколько приемов для комиксов, я думаю, очень характерных, но придающих какое-то особое очарование очень простым и занимательным сюжетам. Книга рассчитана на старший дошкольный и младший школьный возраст. Ее вполне может прочитать уже и пятилетка, и шестилетка, но в принципе вот где-то в первом классе будет оптимальнее всего с них познакомиться. Почему? Потому что на самом деле здесь несколько очень важных тем затронуто, и мне понравилось, как они изложены. Вовка – это веселый пацаненок, у него есть младшая сестричка Зоя, она появляется совсем не сразу, да, значит, и вот первая история – это смешулька. Это как раз про эту самую смешнульку, сестренку, которая у него появилась, и медленно и постепенно он начинает понимать, какое же это замечательное чудо, как это здорово быть старшим братом. Ну, не всегда прям такой уж подарок, конечно, да, и вы это увидите в книге, но вообще это, конечно, прекрасно, и вы знаете, ребенок тоже должен это понять сам. Ему надо дойти до этого чувства, дорасти до этой мысли, потому что на самом деле нам практически ничего не дано от природы. Мы социализируемся, мы все это приобретаем постепенно, и, конечно, ребенок тоже должен это понять. Вообще, Вовка живет весело, надо сказать, что все рассказы, они написаны очень-очень популярным современным языком, да, вот, допустим, «Зомби-код», рассказ, который, в общем-то, в точности соответствует поведению этих самых питомцев. Я, честно вам скажу, я не кошатник, я не собачник, я равно люблю всех питомцев, наверное, потому что в детстве родители старательно заложили эту любовь мне в характер. У нас жили все, просто жили кошки, собаки, уж, еж, значит, ворона с перебитым крылом, хомячки, рыбки. Слушайте, ну, каких только тварей у нас не жило, это понятно. Поэтому я, значит, ко всем отношусь нормально. Вот, а были любимцы, конечно, безусловно. Вот эти светящиеся зеленые глаза, они зачастую приводят к некоторым инцидентам, и, в общем-то, мне нравится, что такие крепкие нервы у всех. Во-первых, у Вовки, у главного героя. Во-вторых, мне очень понравился образ бабушки. Вот эта бабушка, которая спокойно, значит, относится к тому, что кот ловит мышей, а это нормальный дачный кот, он ловит мышей, он, естественно, приносит их хозяевам. Посмотрите, какой я трудолюбилый, как я стараюсь, да, вот вам подарочек, вот вам еще подарочек, да, значит, и кладет их аккуратно, складывает в кроссовки. Значит, в ловке. Ну вот, бабушка вместо этого спокойно, значит, к этому ко всему относится. Поэтому, когда выясняется, что этот самый кот душит мышей, но не приносит их, значит, неужели жрать их начал, наконец-то, нет, ни в коем случае. Он, значит, помогает ежихе, выходить ежат. Вот. Не все знают, что милые-милые ежики, которые такие прекрасные, значит, в этом самом, в мультфильме, они вообще-то хищники. Причем хищники довольно прожорливые. Охотятся они на тех же мышей. И ежиха, у которой целый выводок маленьких ежат, которых нужно кормить, была бы, наверное, очень благодарна таким подарком, потому что кот помогал ей прокормиться и прокормить детенышей, да. Вот. Она, значит, чтобы их скормить, должна была охотиться. Если охота приходит, ага, а вот уже лежит, значит, ей приготовлена мышка. Вот такая история из мира природы. Это, на самом деле, трогательно, это очень естественно. Очень хорошо, что нету вот этого сюсюканья, да, по поводу того, что в мире все живут в гармонии и дружбе. Конечно, пока сытые. Это безусловно. Ну вот. Прекрасная история про спасенного карпа, да. Значит, это все началось со стрекозы. Прекрасная история, значит, про то, как постепенно, очень хороший дедушка такой тоже, моряк. Вообще, в этих книгах, в этих рассказах, они очень короткие. Вы видите, что текста не так уж много. Огромное количество природы, активных действий, вот тех самых противоречных. Активное слово, активность, оно, калька, оно иноязычное, не прижилось в русском языке. Но именно такого, скажем так, несидячего времяпровождения на природе, охота, рыбалка, поездка куда-то на дачу, да, какие-то действия, да, это прекрасно. Родители в этом отношении, Вовкин, очень сильно отличаются от родителей дяди Федора, которые, значит, потом тоже перевоспитались к третьей серии, вы же помните, да. Но, на самом деле, конечно, здесь уже все хорошо и очень много таких вот именно мне крайне симпатичных времяпровождений. Теперь о технике комикса. Вы видите, что здесь текст дан сплошным куском. Это, в сущности, книга с картинками, а не комикс. Здесь нету, почти нету реплик вынесенных, да. А вот иллюстрации, ну, если я скажу, что это полароид, то меня не поймут юные читатели, потому что они понятия не имеют, что это за полароид. Вот. Скажем так, сейчас во многих торговых центрах и рядом с достопримечательностями есть такие кабинки, да. Ты скидываешь туда с телефона, со смартфона или с флешки фотографию, или тебе делают снимок тут же камера встроенная, и тут же распечатывают фотографию. Ну, аттракцион в чистом виде. Вот похожие, ребята, картинки можете увидеть именно там, да. Потому что, на самом деле, конечно, ну, полароидом уже никто не пользуется, вот. А эти чудесные совершенно картинки вклеены как бы в семейный фотоальбом, да, где много рисунков детской рукой сделанных, поясняющих, дополняющих историю в другой совершенно технике, где даже странички пронумерованы вот таким образом, да. То есть, вклеены, да, потому что вообще-то в фотоальбомах страницы никто не нумерует. Ну, вот что-то я не припоминаю, да, у меня тоже когда-то были большие бумажные фотоальбомы, когда-нибудь покажу. Там было много смешного, но страницы точно были не нумерованы. Это очень тонко подмечено, что здесь они... В общем, это такая семейная история, которая всем своим видом, да, в том числе вот такими мелочами, да, художественного оформления, даёт понять, что это очень доброе семейное чтение, где вся семья важна, где даже те герои, которые появляются эпизодически, вроде бабушки-дедушки, да, они всё равно чрезвычайно важную нагрузку идеологическую несут, говоря казённым языком. И, в общем, это продолжение той самой линии хорошей детской прозы, которая воплощается по-разному, оформляется по-разному, может быть, кому-то непривычно, да, и прорисованный от руки текст, и, значит, вот такое оформление. Но, тем не менее, по сути, это те же самые прекрасные герои, прекрасные традиции прозы, которые мы условно назовём советской детской литературой, хотя она была и какая угодно, и до советской, и послесоветской, вот. Но, на самом деле, это то, на чём мы выросли. Читайте Ольга Шестакова, художник Илья Шаповалов, Вовкины рассказы, вот, это первая книга из целой серии, насколько я понимаю, да, очень интересно, будет ли сезон первый, сезон второй, видите, да, они названы даже как мультсериал, вот, короткие графические рассказы для детей старшего дошкольного, младшего школьного возраста, студия ЭВАЛАР. Спасибо за внимание.